Сегодня я хотел поговорить о такой теме, как национальная идея России, потому что я часто слышу и в СМИ, и среди россиян некоторых, эти своеобразные информационные такие, где-то полуфабрикаты, где-то какие-то доработанные аспекты, концепты о национальной идее России. И большинство из них мало дееспособны, особенно те, которые завязаны на милитаризме, на то, что мы должны броситься на кого-то захватить, отнять и стать через убийство других людей великими. Но на самом деле великими через убийство людей никто не сможет стать и никогда не становился. На мой взгляд, национальная идея России очень простенькая и в то же время очень эффективная для самой России. И это популяризировать, сделать привлекательным и популярным в глазах большинства в силу объяснения того, как устроено мироздание с использованием административного ресурса СМИ. То, почему нужно соблюдать 10 заповедей, почему будет намного лучше, чем если их не соблюдать. И будет намного лучше жить по ним, нежели по ним не жить. И сделать для населения и для тех, кто управляет населением, создать условия, при котором их бы тянуло к этому. Сделать это привлекательным, рассказать, почему именно идти по этим путем лучше, чем идти любым другим путем. Рассказывать и разъяснять людям о том, что в каждом человеке можно увидеть частицу Создателя. А если ты понимаешь или того лучше соприкасался с Создателем, общаясь с ним, то понимаешь, насколько он чистый, безозьянен и очень легко любить существо, у которого нет никаких недостатков. И даже очень трудно не любить существо, у которого нет никаких недостатков. Это, ну, если ты длительно и много раз с ним контактируешь, просто не выйдет. Невозможно не любить Создателя, если ты с ним качественно проконтактировал и понял немалую часть его сути. Не получится просто его не любить, потому что в нем нет ничего, из-за чего могло бы начаться угнетение любви или появление нелюбви. Потому что недостатков нет, потому что не порочен, пороков нет, нет того, что может отвратить от него. В том случае, если ты с ним слишком близко контактируешь и чувствуешь, понимаешь его сути. Вот, и через это разъяснять людям, что заповеди, они созданы для того, чтобы в финале каждый конкретный человек просто не повредил самому себе. Потому что нарушая заповеди, если ты вредишь другому, то ты вредишь самому себе, потому что все связаны, все едины через Создателя. И никому же не нужно самого себя, например, взять нож и бить ножом в живот или в горло без весовой причины. И даже с весовой причиной это никто не будет же делать, ну, кто достаточно высокоосознанно. Вот так же и здесь нет никакого смысла самого себя разрушать. Потому что если нарушаешь заповедь, ну, например, не укради и крадешь у другого человека, особенно когда это не вызвано необходимостью голода или какие-то прочими тяжелейшими и длительными экстремальными условиями. Это когда уже образ жизни, образство. Вот. Понятно становится, что ты разрушаешь себя, потому что разрушая другого человека, крадя у него ресурсы, ухудшая его жизнь, ты ранишь себя, потому что ты с ними един. Ну, и разъяснять вот это все, то, что люди это частицы Создателя, а при контакте с Создателем его можно только любить, ну, попытаться подвести людей, чтобы они лично поконтактировали, может быть, с Создателем и почувствовали это, какой он. И тогда у людей будет намного меньше проявлений пороков, потому что им намного сложнее будет вредить друг другу, в первую очередь, потому что, если они пропитаются этой формацией, то будет трудно вредить частицы того, кого невозможно не любить из-за его непорочности, чистоты, отсутствия изъянов. Вот. И понятны будут людям 10 заповедей не просто как сухая, такая, как догма такая сухая, что так надо, и кто не выполнил, тому проблемы те или иные. Вот. А люди будут понимать в средстве реализации через административные ресурсы СМИ этой формации, люди будут понимать все больше и большее количество будет понимать людей, почему именно так надо. Вот. Это, я думаю, есть национальная идея России, потому что же ведь основная цель любого государства, ну и в том числе России, это стать светлой державой, духовно светлой, где духовные приоритеты преобладают, и люди живут в согласии с Создателем. Ну и через это, если эта формация будет разрастаться, Россия очистится сама, а потом, и если продолжит такое оставаться, к ней все остальные будут подтягиваться, потому что она будет слишком привлекательна, потому что в ней будет очень комфортно и безопасно, и слишком много негативного, что есть в странах, которые подобный путь не избрали, там просто не будет. Вот. Слишком много негативного и ужасного не будет у ней, если она такой станет. Если это будет длительно культивироваться, эти идеалы, эти объяснения, эти разъяснения, почему именно так нужно, выше приведенных. Поэтому это и есть национальная идея России, на мой взгляд, и, ну, одна, во всяком случае, одна из ключевых и наиважнейших ее частей, и я считаю, что и не существует никакой более ключевой или наиважнейшей ее части национальной идеи, потому что по уровню важности ничего более значимого ни для какой страны нет, в том числе и для России. Вот. Также я хочу заметить, что эта национальная идея, она, ну, на самом деле, не только российская, она подходит для любой другой страны, потому что истина распространяется на всю Вселенную, а наша планета находится внутри Вселенной, ну, а страны находятся на планете, как части планеты. Так что это, можно сказать, не национальная идея, скорее, правильнее назвать было бы ее, а идея планетарная, то, как должна жить планета. Вот. Но на начальных этапах, поскольку России, как и всем остальным странам, желательно просветлиться, а не изображать из себя нечто другое. Вот. Это вполне подходит как национальная идея, и это правильный старт в направлении правильного вектора. Поэтому всякие метания, измышления, умственное метание, я имею в виду, мыслительное, попытка найти какую-то там национальную идею, это все не столь нужно, потому что национальная идея-то, и вот есть она. И, собственно, она во многом высказана самим создателем, потому что заповеди даны создателем для людей. Просто для того, чтобы люди не разрушали друг друга, просто сами же люди не разрушали друг друга, для этого и даны, собственно, заповеди. Просто не все люди могут объяснить, почему заповеди именно таковы, и почему нет никакого смысла их нарушать, ну, на глубинном уровне, и все люди могут это объяснить. Поэтому национальная идея и заключается в том, чтобы просто разъяснить людям истину, и когда они сами начнут жить поистине и через это спасутся. Это и есть национальная идея России, и не только России, на мой взгляд.